Вести КамАЗа Палатки, котелки и отличное настроение. Как сотрудники КамАЗа отдохнули на фестивале туризма, культуры и спорта. Совместное российско-американское предприятие Каминскама, одно из первых СП с уже 13-летним стажем, пригласило производителей техники, потребителей, поставщиков и дилеров на свой технический день в IT-парк. Мероприятие приурочили к столетию со дня основания компании Каминск, которая отмечается в этом году. Продукцию Каминск можно встретить в автобусах, тяжелых грузовиках и даже на гоночном болиде команды КамАЗ-мастер. Что удалось сделать и к чему стремятся две компании с историей, разузнали наши корреспонденты. Глобальный характер корпорации Каминск прямо с порога IT-парка, подчеркивала выставка. Представлены грузовики, автобусы, сельхозтехника и целая линейка двигателей, не говоря уже о других узлах и агрегатах, также локализованных в России. Уникальная возможность для обмена опытом и для дискуссий. Всем желаю отличного технического дня. Если быть справедливыми, то история взаимоотношений КамАЗа и Каминс началась еще во времена СССР, с мая 1987 года. Правда, первое СП распалось вместе с Союзом, чего не скажешь о сегодняшней решительности партнеров. И хотя из полутора миллионов проданных в прошлом году корпорацией двигателей на автогигант пришлось всего 10 тысяч, заинтересованность в КамАЗе американская сторона не скрывает. Для нас важны не просто цифры по конкретному году, для нас важна перспектива в будущем. И с этой точки зрения для нас КамАЗ очень перспективный и важный партнер, потому что мы прекрасно понимаем, что доля КамАЗа и объем реализации будет расти не только в России, но и у предприятий есть очень большой экспортный потенциал. Одна из ближайших озвученных перспектив – совместный электробус. Американская компания рассматривает два пути – высоковольтное решение 660 вольт и низковольтное – 48 вольт. Сейчас идет процесс согласования, но главное условие уже определено – технологии должны быть самыми актуальными. Мы видим хорошую техническую поддержку, хорошую поддержку наших разработок. И сегодня, когда такая острая конкуренция, нужно быстрой разработки, это партнерство очень важно для нас. Пока собравшиеся специалисты обсуждали технические детали, журналисты, которых также пригласили на этот технический день, зря времени не теряли. Тест-драйвы новинок стартовали один за другим. Оценки – сразу после заездов. Старые, так скажем, КАМАЗы, самосвалы, их три слова. Эта машина идет мягко для пустой машины. Если она будет загружена, она будет идти еще мягче. Конечно, вот той мощности, которую выдает двигатель КАМЕНС АСЛ, вот этих 400 сил, его вполне достаточно. Это очень нормальный диапазон мощностной. Что же касается основных итогов мероприятия, то партнеры уверены, перед двумя крупнейшими компаниями вызовы стоят одинаковые. Один из них – переключение потребительского интереса с цены продукта на стоимость жизненного цикла. И ответ надо искать в области инженерных решений. Для этого и нужен был этот технический день. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Студентам знания заводу польза. Учебно-технологический комплекс появился на заводе двигателей несколько месяцев назад. Но все это времени перестает доказывать свой уникальный подход к обучению на производстве. Сейчас здесь проходят практику студенты-первокурсники набережной Челнинского филиала Кнетукаим. Ребята не просто впитывают знания мастеров-заводчан, а сразу погружаются в дело. А результат их труда будет применяться на производстве и облегчит КАМАЗовцам работу. Как именно, расскажет Виктория Евсеева. С начала июля учебно-технологический комплекс посещают 16 первокурсников КАИ. За каждым из них закреплена определенная операция. И знакомство с узлами и агрегатами КАМАЗа они начинают сразу на практике. Дело основной упор на самостоятельную работу. Самое сложное это понять, как вообще все это устроено, где что находится. Но в этом нам помогают фотографии, которые мы делаем, и сами тренера, мессера, которые все рассказывают и объясняют. Результатом двухнедельной практики студентов станут стандартные операционные карты. Каждый сделает такую по своей операции. В них будут прописаны время, последовательность действий и необходимые инструменты. Для этого ребят знакомят из бережливой организации процессов. То есть им объясняют, почему именно так расположен инструмент, именно так расположены узлы. И они как раз в процессе практики еще и отрабатывают знания и умения по бережливой производству. А на следующий год мы планируем, возможно, будет свадить более высокие технологии. Это МЭС, значит, выполнение операций уже в случае цифровых технологий. Ну и там умные инструменты и так далее. Это уже методология более серьезная. Практика полезна обеим сторонам. Студенты получают знания, а итоги их работы операционные карты будут использоваться на производстве. Предполагается, что эти алгоритмы помогут повысить скорость и безопасность производства. Такую обоюдно выгодную практику в учебно-технологическом комплексе намерены повторять ежегодно. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Никто и спорить не будет. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только как это применить в жизни? У каждого решение свое. К примеру, на литейном заводе решили показывать соки. В видеоролике здесь превратили стандартные операционные карты. И благодарный зритель уже имеется. Это и те, кто только устроился на завод, и работники с опытом. Как просмотры телевизора повышают качество продукта, расскажет Тагир Закиров. Каждый сталкивался с какой-то бытовой проблемой, а методы ее решения искал в интернете. Особенно приятно, когда ответ отыскивается в формате видеоролика. К примеру, на ютюбе. Кратко, на доступном языке. Так вот, оказывается, этот принцип вполне применим на производстве. Краткая видеоинструкция помогает разобраться с самым трудно устранимым фактором. Да, человеческий фактор, потому что некачественная сборка, некачественная обработка стержня, она, в общем-то, приводит к тому, что где-то происходят так называемые виды дефектов. Засор, обвал. Это повышает внутренний брак. Качественная сборка, она вот этого не допускает. Первый переезд стандартной операционной карты, он же сокращенно сок, с бумаги на монитор состоялся в конце прошлого года. Сейчас таких роликов уже 27. Как говорят летельщики, видеосоки помогают закрывать узкие места. Наглядно разъясняют принцип работы на тех операциях, брак на которых критичен для всего производства. Пусть в этих роликах и нет спецэффектов, зато эффект по снижению брака уже отмечен. Помогает нам наша технологическая служба. Нужно очень грамотно сделать этот показ, озвучить его, чтобы это было крупно, понятно, доступно, с хорошей озвучкой. То есть это как бы тратится очень много времени, что это вот не просто там что-то показали, а показали, чтобы донести. Хронометраж роликов невелик, всего несколько минут, поэтому смотреть неутомительно, ответы на ключевые вопросы доходчивы. Кстати, вопросы на производстве возникают не только у новичков. Из видеоролика можно посмотреть, нужно ли этот дефект устранять, нужно ли не устранять его. Такое тоже бывает. Учитель, взрослый наставник, они чистят по-разному и собирают по-разному эту головку блока цилиндра. И здесь уже на видеосок конкретно показано, как нужно чистить, что делать, что в первую, что во вторую, что в третью очередь. Мониторы с роликами разместили в бытовках и комнатах мастеров. Смотрят соки перед сменой и в регламентированные перерывы. А сами работники теперь на 100% уверены, лучше один раз увидеть. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Непокорные степи и пески России и Монголии. КАМАЗ-мастер преодолел уже шесть этапов международного ралли «Шелковый путь». Экватор гонки пересечен и настало время подвести предварительные итоги. Синяя армада, начиная с первых минут старта, пережила и сокрушительные падения, и фееричные взлеты. Борьба с основным соперником в грузовом зачете Сергеем Визовичем на белорусском мазе развернулась не на шутку. Как же стелется перед «Синей армадой» шелковый путь в этом сезоне, расскажем в обзоре гонки. Первый боевой спецучасток из Иркутска в Байкальск преподнес гонщикам непростые погодные условия. В сражении с климатом победу одержал Сергей Визович. «Синяя армада» расположилась следом за белорусом. Участок был не характерный для грузовиков, постоянно в лесу, узко. Плюс остроты добавил ночной дорс, было очень грязно и скользко. Но на самом деле я как раз-таки люблю такие условия, они больше похожи на раллиные. Повторил свой успех Сергей Визович и во втором этапе. Однако третий в Монголии принес долгожданную победу Камазмастеру. Андрей Коргинов, будучи впервые в монгольских степях, стал лучшим. Следом на четвертом этапе пьедестал взяли сразу три МАЗа. Четвертым пришел Сергей Куприянов. «Синяя армада» порядком отстала из-за частых поломок. Экипаж Коргинова останавливался целых шесть раз. Но экватор гонки перевернул ситуацию в пользу Камазмастера. Три призовых места заняли грузовики «Синей армады» – Коргинов, Шибалов и Мордеев соответственно. Сегодня по итогам шестого этапа Антон Шибалов стал вторым. Первым вновь пришел Сергей Визович на МАЗе. Третьим – экипаж Айрата Мордеева. Андрей Коргинов четвертый, а Сергей Куприянов седьмой. В общем зачете первую позицию удерживает Беларусь Сергей Визович. Но впереди еще четыре этапа, в которых решится судьба «Шелкового пути-2019». Алсу Валеева, Виктория Евсеева, Вести Камаза. Дело – время, а потехи нет не час, а целая суббота. На автомобильном заводе с размахом отпраздновали всеми любимый летний праздник. Помимо традиционных забав Сабантуя, таких как бег в мешках, поднятие гири, армрестлинг, бег с коромыслом, борьба и многих других, автозаводчане организовали смотр народных талантов и выбрали свою красавицу – Сабантуй Гузеле. Сабантуй Гузеле! Шесть умниц и красавиц, участницы юбилейного десятого конкурса Сабантуй Гузеле, пели, танцевали, угощали членов жюри своими блюдами, удивляли рукоделиями, подготовили настоящий спектакль и, конечно же, дефилировали в вечерних платьях. Задача выбрать самую достойную выпала на плечи членов жюри во главе с директором завода и почетным гостем, заместителем генерального директора КАМАЗа по безопасности Ильдаром Шамиловым, которые и открыли мероприятие. Я пожелаю всем хорошего настроения, побед, а самая главная победа – это участие в соревнованиях, хороший коллектив, дружная семья. Крепкого здоровья, счастья, удачи, радости, любви вам и вашим близким. С праздником вас, дорогие автозаводчане! Каждая участница была отмечена в той или иной номинации и получила приз. Но конкурс – есть конкурс, и победитель один. Я очень счастлива, спасибо девчонкам, спасибо нашим дорогим гостям, спасибо жюри, спасибо Феридапа, спасибо всем. После награждения Сабанту и Газеле начались народные гуляния. Песни, конкурсы, спортивные состязания. Дети и взрослые с восторгом бегали скоромыслом, мерялись силой, носили яйца и угощались бесплатными сахарной ватой и попкорном. Замечательный праздник, посмотрели концерт в Газеле, нам очень понравилось, вот участвуем в конкурсах во многих. Все так организовано хорошо, прекрасные подарки, игры интересные, мне очень нравится. Хорошо отдохнув, набравшись сил и положительных эмоций, автозаводчане вновь приступили к работе. А организаторы уже начинают думать, чем еще удивить коллег на празднике в следующем году. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Наконец-то дождались. Всеми любимый и долгожданный фестиваль туризма, культуры и спорта прошел на ура. Его посвятили предстоящему большому юбилею автогиганта, 50-летию КамАЗа. Фестиваль прошел недалеко от поселка Тихонова Меделеевского района. 16 команд соревновались в спортивных и творческих конкурсах. Один из них, битва за мужика, претерпел изменения. В этом году решили, что она пройдет по правилам масс-рестлинга. Это традиционный вид спорта в Якутии – перетягивание палки. Какие еще сюрпризы подготовили для заводчан, узнала съемочная группа программы Вести КамАЗа. Вот где настоящее раздолье для фантазии – на конкурсе бивуаков. Заводчане покоряли мир, но пока только на тематическом уровне. Каждая команда оформила свой лагерь в стиле той или иной страны. Так одни стали горячими грузинами, другие перевоплотились в загадочных японцев, третьи остались русскими с щедрой душой. И, конечно же, обязательное условие – обозначить тему 50-летия КамАЗа. Я весь год ждала уже, когда мы снова сюда приедем. И вот нам снова повезло, мы снова в Тихоново. Вот у нас сегодня, как видите, уже идет подготовка к визитке. Это на самом деле такой отдых для тела, для души, способ как-то отвлечься от работы. А у нас ее много. Вот. Это кайф. Те, кому удалось попасть на фестиваль туризма, спорта и культуры, участвовали в различных соревнованиях. Помимо традиционных состязаний, полосы препятствий спортивного ориентирования добавили и новые конкурсы. Общаясь здесь, они нарабатывают свои связи, делятся опытом, рассказывают о своих достижениях, о своих проблемах. И в результате этого возникает вот такая дружная команда, которая называется, в общем, словом «КамАЗ». Два дня на природе пролетели незаметно. А участники вновь в ожидании. Повторить все уже в следующем году. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. Вести КамАЗа. Под конец выпуска будем краткими. В планах у редакции нашей программы, как и у всего КамАЗа, отпуск. Следующая встреча аж в августе 5-го числа в 18.00 на телеканале Челны ТВ. За это время желаем всем хорошенечко отдохнуть. На этом мы, Марина Салдаева. И Павел Михно. С вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.